Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Жительница общежития на полковом проезде 6Б в Чите Елена волнуется за детей, которые ежедневно подвергают себя опасности проходя мимо стен, с которых кусками отваливается штукатурка а из-под окон выпадают кирпичи У меня правда окошки на первом этаже Проблема та же, что сыпется все, ко мне окна чуть не вылетают Вон они, кучи все сложены, то, что высыпано Ну и тоже получается, и дует, и все Проблема-то у нас еще не то, что света только нету что там замыкание нам вообще лампочки не выдают что у нас ни на втором, ни на первом этаже уже света нету Зимой, рассказывают женщины, в комнатах очень холодно потому что стены из-за выпавших кирпичей стали дырявыми и детей приходится в холодное время года одевать в теплую одежду Стены изнутри от сырости покрылись черным грибком и что только не делают жильцы, чтобы хоть как-то сохранить внешний вид своих комнат Поклеили обои, навесные потолки, но въедливая плесень все равно берет свое Есть моменты, которые совсем не зависят от жителей Крыша, которая протекает, ремонт в коридорах, дырявые насквозь стены и фундамент который, судя по всему, совсем рассыпался и пошли трещины Да вообще нам ничего не отвечают, нам молчат К нам даже, вот когда перешло наше общежитие в ГУЖФе сказали, обращайтесь в Москву, все, мы вам ничем помочь не можем С управляющей компанией к нам никто ни разу не приехал хотя сколько раз мы не звали, не приглашали, никого не было И поэтому на наши проблемы, получается, никаких ответов нет Сама Елена платит за свои 28 квадратов почти тысячу рублей и не может понять, куда уходят эти деньги если все блага цивилизации, которые доступны жителям города, просто отсутствуют Элементарно, даже лампочки в коридорах перегорели, и их никто менять не собирается Жалуются жильцы и на воду, которая течет из-под крана Такую не то, что пить нельзя, в ней вещи стараются стирать как можно реже Ванна, говорят девушки, после того, как в ней помыться, практически не оттирается А вещи в их гардеробе и гардеробе детей преимущественно темные Даже не намечается, не было, вы спрашивали Потому что там все молчат Также в войнской части, также от этой воды Бойцы, вот у нас приходит водовоска, бойцы бегут к нам с бутылями Либо они ходят в водовоске, вода плохая Питьевую воду привозят, но и то, если раньше вода была пригодная для питья то сейчас в ней то трава плавает, то осадок остается О том, что вода в общежитии непригодна для питья Рассказывали еще в 2013 году наши коллеги из ГТРК ЧИТА Тогда экспертиза показала, что в воде повышенный уровень магния В общежитие приезжал экс-губернатор Забайкальского края Константин Ильковский И поручил проблему с водоснабжением решить Но воссы ныне там Существует проблема и с горячей водой Она отсутствует все месяцы, когда не проходит отопительный сезон Хотя плату за нее берут исправно Сейчас, после скандальной славянки, судьбой общежития заведует ООО Главное управление жилищным фондом Головной офис которого находится в Москве Дозвониться туда ни жильцы, ни мы не смогли Александра Леонтьева, Илья Татауров Специально для Забанфору Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова